Всем привет! И сегодня мы посмотрим на программу Adobe Draw. При первом запуске программы вас попросят войти в свой аккаунт Adobe ID. Это необходимо для того, чтобы все ваши файлы синхронизировались с библиотекой Creative Cloud. Слева вверху у нас находится панель настроек. Как видите, первая вкладка это ваш аккаунт. Я уже залогинен. Тут можем посмотреть, сколько у нас доступно свободного места. Вторая вкладка это версия программы. Как видим, у нас первая версия. Можем отправлять информацию об использовании разработчикам, для того, чтобы они улучшали программу. Настройки у нас совсем не богатые. Только леворучная или праворучная ориентация. Вернее, это даже не для правшей, а левшей. Просто где будет находиться основной тулбар, с правой или с левой стороны. Мне удобнее с левой. И также настройки сглаживания. Во время рисования и после рисования. Эксперименты показали, что сглаживание после рисования, хотя это кажется немного нелогичным, работает лучше, чем сглаживание во время рисования. И это очень полезно, особенно для моих кривых рук. Так что имейте в виду. Когда мы запускаем программу, то первое, что мы видим, это наши проекты. И для того, чтобы создать новый проект, мы нажимаем плюсик. И имеем два проекта. То бишь тот, что у меня уже есть. И новый проект, который состоит по умолчанию из пяти пустых файлов. Мы можем добавить здесь сколько угодно. Не знаю, насколько ли угодно, но несколько добавить можем точно. Также мы можем отправить весь наш проект на Behance. Но этого мы делать тоже сейчас не будем. Добавить новый файл. Удалить целый проект. Можно войти в режим редактирования проекта. И удалить ненужное нам изображение. Либо продублировать. Выходим из режима редактирования проекта. Справа у нас расположены наши файлы, которые были сделаны в Adobe Ideas. Дело в том, что Adobe Draw это преемник программы Adobe Ideas. И, как видите, она перенесла два моих проекта. И еще правее мы видим работы других пользователей, которые были выполнены в основном в Adobe Ideas и размещены на Behance. Посмотрим, что же у нас представляет собой основное окно программы. Слева у нас находится панель инструментов, где мы можем выбрать кисть. Их у нас пять штук. И ластик. При клике на каждом из инструментов у нас доступны настройки. Для ластика это только лишь размер. Для всех остальных это и размер, и прозрачность. Как видите, изменяются эти настройки простым жестом. Мы просто ведем палец вверх, для того, чтобы увеличить прозрачность или размер. И ведем палец вниз, для того, чтобы, соответственно, уменьшить. Также мы можем выбрать цвет. При тапе на иконке Color у нас появляется панель выбора цвета. У нас доступны темы, которые синхронизируются с облаком. Также мы можем добавить новую тему. Фактически, это встроенный сервис Adobe Color, который ранее назывался Cooler. И мы можем добавить темы по-популярному, выбрать из всех тем. Либо посмотреть наши цвета, то есть добавленные ранее нами темы на сайте Cooler. Вот последние три темы были сделаны мной в приложении Adobe Color для iPhone. Также нам доступна Color Wheel. Очень удобная. И на третьей вкладке мы можем просмотреть историю использования цветов, для того, чтобы возвратиться, если что. Также на панели инструментов у нас есть значок слоев. Откроется панель Layers. По умолчанию у нас уже есть один фон для рисования, Draw Layer, и один фон для вставки референсного изображения. Его можно загрузить со своего iPad, сделать фото прямо сейчас, загрузить из облака Creative Cloud, либо купить на Creative Cloud Market. Мы пока ничего не будем загружать. Посмотрим еще в настройке слоя. Мы можем изменить у каждого слоя прозрачность. Также мы можем продублировать его, можем передвигать, отразить, либо удалить. Так как сейчас у нас только единственный слой для рисования, удалить мы его не можем. Мы можем создать новую и тут же его удалить. Справа сверху у нас находится также панель инструментов, дополнительных опций. Первая иконочка – это меню совместного доступа. Можем опять же оставить фидбэк для разработчиков. Можем сохранить копию нашего изображения в облаке. Можем отправить файл прямиком в Photoshop, либо в Illustrator. Если я кликну Send to Illustrator, то наше изображение откроется в Adobe Illustrator, который установлен у нас на компьютере. И при том, что все наши шейпы, нарисованные в Adobe Draw, будут именно векторными. Они преобразуются в векторные замкнутые объекты, и мы вполне можем далее редактировать их в Illustrator. Если мы отправляем файл в Adobe Photoshop, на выходе будем иметь PNG с прозрачным фоном. Также мы можем отправить наш файл в сообщениях, по почте, в Twitter, сохранить изображение на наш iPad, либо сделать копию. Также в некоторых случаях доступны дополнительные опции, в зависимости от установленных у вас приложений. Второй иконочкой у нас является подключение стилуса. В данном случае у меня Creative Stilus 2 от VECOM, но пока он не поддерживается приложениями от Adobe, а поддерживается только Adobe Inc. and Slide, который стоит 200 долларов. Третьей иконочкой у нас является панель шаблонов. В данном случае он у нас разбит на две подгруппы. Trace Shapes и Stamp Shapes. Их отличие в том, что все шаблоны из группы Trace Shapes позволяют рисовать не только целый контур, но и часть контура. Сами по себе это группы объектов, это не единичная штампа. Для того, чтобы войти в режим шаблонов, мы нажимаем четвертую иконочку. И так как сейчас у меня выбран Lines and Basic Shapes, первая у нас линейка. Управляется это следующим образом. У нас есть две ручки. Клик по одной из ручек позволяет перейти к следующему шаблону в группе. В первом случае это будет линейка и базовые фигуры. Frames Shapes это лекала. Таким образом мы можем увеличивать или уменьшать размер. За ручки мы можем изменять положение. И из-за того, что это в группе Trace Shapes, мы можем использовать часть контура, а не заливать ее все. Чтобы отменить действие, достаточно провести двумя пальцами влево. В подгруппе Stem Shapes также содержатся группы символов. Например, сейчас я выбрал People. Но нам недоступно рисование по контуру. То бишь я могу что-то обрисовывать, но это именно я обрисовываю. Но мы можем к этому контуру применить выбранную нами кисть. Для этого надо просто два раза щелкнуть по границе нашего шаблона. То же самое можно сделать и с группой Trace Shapes. Как видите, в подгруппах Trace Shapes есть различные группы, как овалы, прямоугольники, треугольники. Если я выберу, например, овалы, и при единичном тапе на одной из ручек мы будем изменять ее кривизну. Также в панели Shapes, кроме стандартных фигур, у нас находится, есть вкладка My Library. В ней расположены штампы, векторные объекты, по сути, которые я в данном случае сделал с помощью приложения Adobe Shape. Они обладают такими же свойствами, как и штампы в подгруппе Stem Shapes. Мы не можем обводить их контуры, но мы можем их увеличивать, уменьшать, поворачивать. И, к сожалению, я не могу провести именно по контуру, чтобы нарисовать, например, только волосы. Но я могу два раза кликнуть по границе и залить его выбранным цветом. И самая последняя кнопочка – это включение полноэкранного режима. Если же у нас не включен режим работы с шейпами, то мы вольны рисовать все, что хотим и как хотим. На этом все. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...